Многие услышали, что я приболел. Да, ребят, я приболел, поэтому дам вам один дельный совет. Одевайте куртку, когда идёте гулять, потому что я гулял в одном батнике и теперь мучаюсь. В каждом видео у меня проходит конкурс, где вы сами решаете, сколько денюжек получит победитель. Информацию о конкурсах я оставлю в описании, ну а пока полетели к видео. Всем привет, ребята, это новая серия по ловле мошенников. Сегодня я не буду разбираться в жалобах, сегодня я буду ловить преступников прямо в игре. Кстати, забыл вам рассказать очень радостную новость. Блэк Раша запустила у себя в официальной группе конкурс на 100 призовых мест. Смотрите, не упадите со стула, потому что за первые 7 мест вы сможете получить Apple технику и очень топовый смартфон. Ну да ладно, по экономике серверов это тоже в принципе ударит, потому что тачку за миллиард нам тоже могут подарить. Короче, я уже поставил лайк и сделал репост. И уже жду итоги. Короче, я уже залетел на свой любимый сервачок Аква. Ребят, если вы еще не знаете, где начать играть, то начинайте играть именно на сервере Аква. Если что, ссылочка будет в описании. Знакомьтесь, Эмилька это мой подписчик, я его только что нашел в больнице. И сейчас он мне будет помогать искать обманщиков. Первым делом я, конечно же, хочу проверить авторинок, ведь авторинок это место, где постоянно есть обманщики. У моего помощника есть отличный автомобиль, который, я думаю, будет привлекать нечестных игроков. Первый челик, к которому подошел, он это челик на приоре. И я не знаю, если честно, будет ли он как-то его пытаться обмануть. Но мне кажется, нет, потому что нету ни нон-рпаника, да и подозрительных каких-то действий с его стороны я тоже не видел. Именно в этот вечер на авторинке с кидалами было как-то скучновато. Их попросту там не было, поэтому я решил черпать информацию со всех источников. В вип-чате просто в спеке и даже попросил администрацию, если что, говорить мне, что там в репортах. Не проходит и пяти минут, как я вижу, первое сообщение от администрации. 9-8-7 просит проследить за сделкой. Так, ну что, сейчас будет проводиться какой-то обмен. Назар и Юра хотят обменяться каким-то имуществом. Сейчас мы узнаем каким и, в принципе, проследим за этой сделочкой. Так, ну как я понял, челик хочет обменять две своих машины, скорее всего, на семью. Ведь 2 миллиона, ещё и БМВ, это примерно 3 миллиона. Ну и да, 3 лямчика примерно стоит семья. В общем-то, они пока что едут продавать скайлайн и потом, скорее всего, будет проходить обмен. Пока Юра продавал свой скайлайн, знаете, что я заметил? Как и вот этот челик слева улан-героев занимается чем-то странным. Дом в бат обмен. В этот момент я понял, что никто свой дом в Батырево не будет обменивать на машину стоимостью 2 миллиона. Смеётся челик с того, что никто не хочет его дом в Батырево обменивать на тачку. Смеётся и просто привлекает к себе внимание. А дело в том, что выглядит это как бы всё правдоподобно. И почему бы какие-то игроки не обменяли бы свою тачку на дом в Батырево? Он предложил почти каждому. И все почему-то отказались. Идёт уже минута 20, как я за ним слежу. Решил пробить его по хистерии. И как бы, да, 4 раза менялся ник. Но вопрос, зачем? Зачем 4 раза менять ник? Не у многих игроков есть столько смен никнеймов. А может быть он всё-таки обманщик? Ну вот, смотрю на него и вижу то, что челик, скорее всего, задонатил. У него есть аксессуары, 3 миллиона вертов на руках. И как бы это не маленькие деньги. И не думаю, что он бы стал рисковать этим всем, чтобы кого-то обмануть. Но знаете, поведение всё-таки у него было максимально подозрительное. Он хотел уже обменяться, но хотя бы что-то на что-то. Искал абсолютно любой обмен. Вот это меня и насторожило. Обменяю тачку на дом с подвалом. Опа-на, посмотрите, а он клюнул. Какой тачка? Jeep Grand Cherokee. Ну и плюс ДП. Чел говорит то, что у него дом возле ВЧ. Вдумайтесь, он говорит то, что у него дом возле ВЧ. Прямо тут давай. Да, го. Тачка была у низкого. Они договорились и отправились к салону. Вася Уткин передал свой Чирок ему за 1 рубль. Как видите, на счету у Улана стало на 1 рубль меньше. Это значит то, что Чирок у него. После того, как он получил Чироки, он начал задавать странные вопросы. В общем, все сложилось так, что он начал ему говорить, я вообще тебе сейчас верну Чироки, и потом вовсе хотел обменяться на квартиру, которая типа стоит 850 тысяч. На этом моменте я уже понял всю гениальность плана этого чела. Поэтому, чтобы он не успел выйти из игры, я их телепортирую. Алонсо! Выходите из авто. Извини, пожалуйста. Что извини? Я верну все честно. Извините. Скольких ты обманул, а? Я просто на дом хотел обменять, но не обманул. Так у тебя нету дома. Паспорт покажи мне. Чел живет в квартире и заливает мне что-то про какой-то дом. Это квартира. Или ты думаешь, что я дурачок? Блин, извини, нет. Зачем ты обманывал? Я вернусь, серьезно. Не обманывал. А, обманываешь сейчас меня? Я серьезно верну. Ты меня обманул, что не обманул? Больше не буду. Серьезно. Какой-то очень серьезный челик нам попался, даже клянется своей жизнью, что больше так не будет. Но мы-то с вами знаем, что он пытается выкрутиться абсолютно любыми способами. Поэтому 835 пишем, но НРП обман, и челик отправляется отдыхать на Банановые острова. Говорит, стой, хотя бы деньги переведут. Таня, ты уже, наверное, не успеешь скинуть никуда свои денюжки, потому что ты уже в бане.